Сейчас, Александр Невзоров, журналист в эфире, Александр Глебович, здравствуйте, если вы уже здесь. Да, я все, я уже здесь, пожалуйста, пожалуйста. Я буквально вчера посмотрела ваше интервью с Демарским, и когда он вас попросил сделать какой-то прогноз о конца войны, вы сказали, есть очень много неожиданных факторов здесь, и сразу же назвали фактор Пригожный. Сегодня он вот так вот выстреливает. Поясните, как же вы сегодня видите эту ситуацию? Так, а я, честно говоря, давно уже на эту тему говорил, потому что, ну, во-первых, мне понятно мышление Пригожина, во-вторых, я уже, по-моему, пару месяцев довольно гнусным образом издеваюсь над всеми, и даже рекомендовал пригласить Пригожина на конгресс оппозиции в Варшаве. Потому что понимаю неостановимость такой вещи, как осознание. Дело в том, что Пригожин, у него есть один огромный чудовищный недостаток, который ему, вероятно, должен помешать жить. Он не окончательный идиот. Да, 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 в путинизме это недопустимо, это огромный порог, который дисквалифицирует человека. Дело в том, что осознать реальность, осознать простейшие, нагляднейшие, примитивнейшие вещи, которые очевидны были во мне сотням и тысячам людей с первого же дня войны, а некоторым, некоторым еще до войны, ну, не такая это проблема. Ну, а вот это его все-таки некоторая разумность, о которой вы говорите, она сработала и сейчас, потому что все-таки есть версия. У нас, например, голосование в чате, Глаз народов, 27 592 человека проголосовали, и 33% считает из них, что Пригожина уничтожит. Возможно, большая часть их думает, что он может и этой ночью не пережить. Вот этот разум позволил ему все правильно рассчитать, как вы считаете? Нет, нет, я думаю, что он не позволил ему ничего рассчитать. Единственное, он прекрасно понимает себе, он прекрасно понимает хлипкость государственного устройства и понимает, что это все картонные декорации, все эти Росгвардии, все эти адутловатые, жирненькие, трусливые генералы. Вся вот и вот весь этот сброд, потому что ведь Путин, он же уникальный человек. Он же действительно подбирает себе в министры персонажей, при которых, ну, не всякий психоневрологический интернат примет на содержание, потому что не сможет обеспечить им должное лечение и положение. Мы же прекрасно понимаем, что расплата за дегенератизм в вертикали все равно должна была наступить. Пригожин не вписывается в этот дегенератизм, но не факт, что он пойдет до конца, потому что он может... Что произошло? Произошло очень смешное. У меня нет сомнений в искренности его ярости, как у меня нет сомнений в подлости Путина. Я всему этому отдаю абсолютные отчеты, и сомнений у меня нет. Здесь как раз этот пазл полностью сощелкивается. Подлость Путина, тупость Шойгу, прозрение и ярость Пригожина, который понимает, что его Вагнер держится только вот на этих особых связях между людьми, когда за расстрелянных с вертолетов ребят надо мстить. Потому что если он этого не сделает, если он пропустит от Шойгу этот удар, от него отвернется Вагнер. И он готов за это рискнуть, в том числе своей жизнью, кажется, потому что у вас же не оптимистичный прогноз для Пригожина, но и самый наиболее вероятный. Нет, вы знаете, он у меня и оптимистичный тоже. Дело в том, что если бы он не был вот таким вот упертым, пламенным патриотом, вероятно, ему еще многие вещи стали бы более понятны. И он действовал бы гораздо хладнокровнее, чем он действует сейчас. Ему все кажется, что необходим натиск, необходима некая внезапность. Нет, нет. Вот это ошибка. Дело в том, что не перестроится путинизм патриотинизм ни за неделю, ни за месяц. Он как был картонный, он как был фашизм из говна и палок, так он и останется. Он даже настоящим фашизмом никогда не сможет стать, потому что он из говна и палок. Но мы видим, да, вот сейчас мы видим, да, уже было все понятно, что наступает прозрение у одного из самых опасных участников этой всей жуткой, кошмарной игры. И Кремль обязан был бы знать, что противопоставить этому прозрению. Они же сейчас там все действительно в реальной адской панике. Они сейчас, ну вот звонят мне, они сейчас ищут человека и людей, которые могли бы повлиять на Евгения, которые могли бы его уговорить прекратить свой марш на Ростов. Они ищут его детей, собираются действовать через них, через каких-то его. Они готовы ему отдать, там, не знаю, Петербург со всеми потрохами и разрешить ему любые его инициативы. Они готовы на все, они не знают, что делать. Мы видим, что ответом на реальный военный мятеж и продвижение колонн вглубь России последовал этот ответ. Это очень, я бы сказал, примитивный номер казарменной самодеятельности. Сперва появилось несколько солдатиков с замаскированными лицами, которые исполнили смысловую казенную чечетку, а потом, значит, на сцену тряся пухлыми ляжками выпорхнул в нестиранной пачке генерал Суровикин, и все они вместе стали хором уговаривать. Александр Глебович, вы здесь, вы у нас зависли немного. Александр Раневзоров у нас в эфире рассказывал, в том числе, то, что сейчас бы мне... Александр Глебович, здесь вы у нас пропали из эфира. Да. Да. Я хотела, если позволить уточнить, уж, разумеется, не буду спрашивать о том, кто именно вам звонил, но просто интересно, вы сказали, что они в панике и ищут, кто бы мог угомонить, да, Пригожину. То есть... Да, да, да. А есть ли вариант, что... Причем, что они сами не занимаются угомоном. Дело в том, что сегодня какой день? Было пятница, уже субботу. Или что-то не то. Правильно, они все по даче. Понимаете, у вас нет такого сказочного опыта, как есть у меня, потому что я помню, 91-й год, ГКЧП, я звоню где-то в 8 часов вечера в пятницу Язову, и Язов мне сообщает, что да ладно, в принципе, я тут на даче. Потом выясняется, что и Крючков тоже на даче. То есть вот эта вот совковость, вот эта убежденность, что все как-нибудь пронесет, все как-нибудь обойдется, что это несерьезно, и народ этого не допустит, это у них действительно в их совковой крови, которая булькает в их артериях и венах. Они действительно не знают, что делать. А как вы думаете, ищут ли они, то есть находятся ли они в панике, в том смысле, не чтобы угомонить Пригожина, а чтобы найти себе, оставить себе какое-то пространство, и чтобы в случае чего стать с ним как бы на одну сторону. Есть ли там какая-то поддержка или неоднозначность хотя бы вот в этой ситуации, в этом выборе? Потому что Путин, кажется, уже с первого канала называют Пригожина предателем, и называют его преступником, и тут кажется, с одной стороны, все однозначно, но может быть и нет? Может быть и нет. Я вам только могу сказать, что в 91-м и в 93-м году мы же не можем основываться на фантазиях и глупых сиюминутных предположениях. Мы обязаны оперировать той фактурой, теми прецедентами, которые уже в свое время должны были нас научить, что к чему. И вот я вам могу сказать, что все вот эти гигантские армии чекистов, генералов, сержантов, осведомителей, чиновников, они в любую сложную минуту рассыпаются мгновенно. Вот эта вся иллюзия железности, эта вся иллюзия мощности и непробиваемости системы, поверьте мне, она и в 91-м году до первых дней путча, до первых минут путча, она тоже сохранялась. И она у меня на глазах рушилась, я выяснял, что вот вся эта братья, ряженая братья в погонах, это феноменально робкие люди, это феноменально трусливые люди, которые немедленно начинают искать для себя спасение в радикальной перемене поведения и взглядов. И это, кстати, особенно касается чекистов, потому что они чуть-чуть умнее всех прочих, и они сливаются с самыми первыми. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк, так вы помогаете нам распространять ролики, и подписывайтесь на канал Ходорковский лайф, если почему-то еще этого не сделали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...